Всем привет! Иду с офиса. Дома света нет, интернета нет. Кстати, свет дали, но что-то какие-то перебои с провайдером. В общем, ходила работать в офис. Иду назад, купила себе капучино с карамелью. Сейчас проведаю, как дети, там покормить нужно их в обед чем-то. У нас, видите, все тает. Снега уже практически нет. Такая красота была. Все было такое заснеженное. А сейчас уже снега практически не осталось. Буду по дороге пить свой капучино. У нас перебои со светом, с интернетом. В одном и том же районе на одной стороне есть свет, на второй нет. Вот когда у нас нет, тогда иду в офис работать. Попробуем капучино. Очень вкусно. Очень быстро выпью кофе. Домой такой перерыв. И пойду проведаю детей. Ситуация такая напряженная. Не знаю, сколько все это времени продлится. Держимся. Ветер, надеюсь, вам слышно. Все у меня хорошо. Ситуация такая, знаете, неприятная, но в целом потерпимая. Волосы. В общем, держимся. Держимся. Что нам еще остается? Я уже дома. Свет не дали еще. Ждем. Мы вчера без света были 12 часов. Слава Богу, здесь свет выключают не сразу. Прямо все-все-все. И в одном районе выключили, во втором включили. Поэтому есть возможность сходить в офис. Поработать. Это тоже плюс. Привет вам от булочки. Ты будешь здороваться? Вы здороваться будешь? Скажи привет, я Буля. Самая красивая девочка. Бусь. Моя рыба самая красивая. Самая красивая. Давай я скажу всем. Привет, друзья. Да, Бусь? С вас лайк и подписочка. Да, кто любит Булю? Вы просите ее показывать, мою девочку. Побольше мою красавицу. Никогда не думала, что можно так любить собаку. Да, все-все-все-все-все-все. У меня тут девочка в соседнем подъезде живет. Говорит, ты с ней обращаешься, как с маленьким ребенком. Я говорю, для меня она и есть мой третий маленький ребенок. Да? Еще Буля любит вот так вот лежать. Сейчас я вам покажу. Вот так вот. Оп. И моей пузико тесом. Она луки облизывает. Это булочка моя. Разрешишь маме кое-что показать? Разрешишь? Разрешишь показать? Да? Смотрите, она со мной такая красивая, такая сладкая. Как можно было родиться такой идеальной. Да? Как можно было? Беги, сладкая моя. Так, девочки, я вам знаете, что хотела показать? Я вам хотела. Ты тоже будешь бурить со мной, будешь? Хотела вам показать же свои повязушки. Я же все шила. Сейчас вам одену, покажу. Повязка. Так, повязка. Можно так. Можно поверх волос одевать. Сейчас Булю выпущу. Кто просится выйти, думаю, будет сейчас по двери просить. Можно так. А можно под волосы. Сейчас покажу. Можно вниз под волосы одеть. Волосы. Вот так вот. И вот так вот. То есть, повязка будет как бы под волосами. Вот так вот. Разровнять нужно. В общем, и так, и так мне кажется красиво. Мне кажется, даже с волосами сверху как-то даже поинтересней смотрится. Как вы думаете? Волосы под шапкой примялись, ну, как есть. И шарфик. Шарфик я связала, видите, такой огромный, длинный. Можно его завязать, ну, просто вот так вот. Сейчас я эти волосы достану. Вот, когда хочется прям шею замотать, то можно вот так вот его одеть. Прям вообще тепло-тепло будет. Вот. А можно еще вот так. Сейчас я вам покажу. Складываем его напополам. И вот так вот. Так, волосы. Ну, так, мне кажется, это больше, даже если сверху, а нюте очень красиво в этом наборчике. Правда, смотрится. И цвет такой не банальный, не банальный, такой освежающий. Мне кажется, что очень даже неплохо смотрится. Как вы считаете? Мне нравится. Такая у меня получилась повязочка. Сюда можно к фиолетовой повязке, мне кажется, можно любой цвет помады вообще ничем не испортить, ничего. Тепленько, красиво. Как вы считаете? И сама вот этими ручками все связала. Мне нравится. Я, конечно, понимаю, что проще пойти, может быть, купить, но вязание это своего рода, как ты и время как-то коротаешь, и вязание успокаивает. И вроде как что-то у тебя получается такое, чего вроде как бы и нельзя купить, да? То есть что-то необычное. Как вам больше нравится? Повязка вниз, туда под волосы или сверху? Напишите, пожалуйста. Теперь на очереди, вот я думаю, либо к этому шарфу еще связать шапку фиолетовую, ну, чтобы когда не сильно прохладно, можно было одевать повязку. Когда сильно прохладно, чтобы можно было одевать шапку. Шапку с вот таким шарфиком. Шарфик, вы знаете, его вообще даже можно вот здесь вот шить, вот так вот шить. И знаете, прямо так как хомут одевают. Я так не очень люблю, но может кому-то нравится, тот может себе. Длина практически 2 метра, 1,80 или 1,90 мы с Анечкой мерили. Такой, видите, длинный, что я его и напополам, и он, смотрите, у меня аж покуда. Аж посюда. Все, мне нравится, как вам? Кого еще замотивировать повязать? Кто там что умеет? Вязать, вышивать, плести, скраббукинг, кто что делает? Сейчас, мне кажется, самое время находить время для хобби, находить время для творчества, потому что, ну, а как по-другому. Нужно искать что-то хорошее, положительное, позитивное. Так, еще сейчас вам кое-что покажу. Сейчас сниму, мне жарко. Сейчас вам еще кое-что покажу. Настроение сейчас такое, среднее, да, какие-то сложности, отсутствие местами электроэнергии, местами надолго, да. Ну, хочется чего-то яркого, красивого. В общем, купила я себе, девочки, вот такие вот тени. Я вам потом ближе покажу, как они, глиттер, ай-шоу, в общем, смысл в чем, смысл в чем я вам сейчас покажу. Это такой блеск. Вот я сейчас на руку нанесу и покажу вам. Хочу даже попробовать. Они лежат у меня уже два дня, все, повода нет. Видите, вот они, как бы, такие серенькие, и мы вот так вот их распределяем, и они просто переливаются. Просто настолько красиво переливаются. Сейчас хочу попробовать, как это будет смотреться. Тени, блеск наносятся вот сюда, на центр. Значит, вот так выглядят мои глаза до нанесения теней. Сейчас нанесу, покажу. Мне очень нравится. Так, Кулькина шерстинка. Мне очень нравится. Посмотрите ближе. Они просто переливаются. Я не знаю, видно или нет хорошо. Но я вот, когда смотрю в зеркало, вот у меня в руках, я прям вижу, как они переливаются. Другими словами, хочется чего-то яркого, знаете, такого блестящего, прям праздничного, празднично выглядят так. И вы знаете, я думала, знаете, будет прям ярко так, что людей слепить. Но нет, просто красивый взгляд получается. Да, несмотря на отсутствие света и еще чего-то, все равно нужно стараться себя чем-то радовать, поднимать настроение. Ну, приятно же, когда ты смотришь на себя в зеркало, и тебе приятно. Я не говорю, что все эти блески понравятся всем. Я не призываю, чтобы они всем понравились. Но кому-то понравятся. Вот мне нравится. У меня вообще нет такого ничего блестящего. Это первые тени. Я вам потом, ну, сейчас камеру разверну, покажу поближе, что это за тени, потому что я, ну, так оно не видно. Или видно фирму Юс, Юшес какие-то. В общем, их много очень продается. Разных жидких теней вот этих. А есть сухие, которые, знаете, просто пальцем вот как ты берешь в, ну, в палетки с тенями и наносишь. В общем, радости полные штаны. Они, кстати, недорогие. Цена у них, по-моему, 75 или 76 гривен. Вот эти тени. Это не на каждый день. Это, знаете, когда на улице все серое, все капризно, и ты такая вся фея с блестящими глазами. Но иногда, еще раз повторюсь, что-то хочется. Как-то хочется себя порадовать. Что-то хочется себе сделать, знаете, такое приятное, доброе. Я в ближайшие несколько дней вряд ли буду снимать вам какие-то кулинарные видео. Потому что у нас там с Анюткой были попланы печеньки. Но так как свет по часам, духовка у нас электрическая. И получается в эти часы ты как бы немножко планируешь. А может и получится у нас с вами какие-то кулинарные видео. Но нужно радоваться всему, что есть. Ой, кстати, хотела вам рассказать еще. Здесь недалеко. Я вчера, кстати, вечером ходила туда. У нас создали... Ну вот, где я живу, здесь вот два рядом. Называется пункт незламности. И мы вечером шли. Один пункт находится в библиотеке. То есть помещение там. И газ. Все есть. Электричество зарядить. Еда. Все. А второй пункт две такие огромные. Два таких шатра просто огромных. Там вай-фай, зарядиться. И вы знаете, я тоже туда ходила. Мне нужен был интернет. И я туда добежала. Ну, во-первых, я тебе скажу честно. Мне было даже интересно посмотреть, что это такое пункт незламности. И много людей идут там подключиться к интернету. И с собой что-то несут. Чтобы другой человек, который пришел, нашел то, что нужны люди там с сумками со всем. Кто что хочет. И вы знаете, такой колоссальной поддержки друг друга я даже не ожидала. Не то, что не ожидала. Нет. Неправильно я сказала. Я ожидала, что так. Но насколько это сильно энергетически. Насколько это сильно люди хотят друг другу помочь. Вот я всю жизнь живу на Украине. У нас очень дружелюбный, улыбчивый народ. Но как-то все равно, знаете, каждый живет своей жизнью. А сейчас украинцы так сплотились. Вот так объединились. Прям вот так. Вот понимаете. И все держатся друг за друга. Друг другу помогают. Я вам вот... Я вчера увидела этот пункт. И у меня прям эмоции, конечно, эмоции через кайф. Сейчас говорю, у меня аж мурашки по коже. Вы не представляете, насколько люди сильные духом. Представляете? Вот несмотря ни на что, несмотря ни на какие катаклизмы, вот так вот сжались и друг другу что-то делают. У кого-то дали электричество. Быстро принесли там термосы, несут с чаями совсем. А вообще это все спонсирует город. Но люди тоже хотят помогать. Понимаете? И, кстати, еще хотела сказать, что как только начались эти проблемы с электричеством, то были проблемы с... Ну, там, выключили свет и нет... Ну, там, магазины не работают. Сейчас город практически... Ну, каждый второй магазин, а то и каждый первый город поставляет большие генераторы, аптеки. То есть даже когда нет света, ты выходишь, работают торговые центры, работают магазины на генераторах. Да, поэтому, в принципе, и в этих магазинах и терминалы... Да, в некоторых терминалы не работают. Допустим, забирала посылку на новой почте, у них терминал не работает. Наличными оплатила. Работают кассы банка, вот, чтобы снять наличные, отделения, где есть генераторы, работают, касса, пожалуйста, получайте. Ну, то есть город обеспечивает своих граждан тем, что, во-первых, чтобы бизнес шел дальше, продуктовые магазины, аптеки. Вот здесь даже рядом есть магазин посуды. И там не было-не было, уже стоит генератор. Ну, то есть все работает, все как бы есть. Да, конечно, это неудобство, но украинцы, я вообще скажу честно, я вчера, когда пришла в этот пункт незламности, я прям стала, ну, знаете, вот какая-то даже гордость за наш народ, за то, что друг другу вот так вот держат друг друга за руки и помогают. Дай Бог нам выстоять. Дай Бог, чтобы мы все вот так вот до конца всегда, всегда друг друга поддерживали, не только когда у нас в стране идёт война, а всегда. И я думаю, что после окончания этой войны украинцы и будут друг друга поддерживать, потому что поняли, что мы можем надеяться друг на друга и поддерживать друг друга. Вот, высказалась. Так, показать вам, я надеюсь, видно. Камера, фокусируйся. Что это за тени? Ужас какой-то. Ужас. У-э-с-а-ш-а-с. Сейчас тон найду. Тон номер 4. Очень понравились мне эти тени. Покупала я в магазине Блэск. Ну, я думаю, что и в других магазинах тоже такую фирму можно на майкопе найти. На этом сегодня с вами буду прощаться. Всем пока-пока и хорошего вам настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...